Здравствуйте, меня зовут Анна, я ведущий специалист отдела внедрения компании Y-Clients. В этом видео мы рассмотрим работу с аналитикой вашего филиала. Начнем с настроек аналитики и для того чтобы к ним перейти необходимо на панели меню слева выбрать раздел аналитика, настройки, настройки возвращаемости. Настройка здесь всего одна, но она очень важная. Именно здесь вы определяете период, в течение которого, если клиент не совершал визита в ваш филиал, его можно считать потерянным. По умолчанию здесь стоит значение в 60 дней, почти 2 месяца, однако здесь вы можете определить период, который подходит именно вашей сфере бизнеса. Далее перейдем непосредственно к аналитическим отчетам и начнем с раздела аналитика основные показатели, в котором представлены показатели в общем по вашему филиалу. Стандартно берется период месяц назад, однако этот период вы можете настроить. Также вы можете настроить пользователей, то есть сотрудников с доступами, по которым совершались операции, определять сотрудников по группе должности и также отдельно смотреть основные показатели по каждому сотруднику. Длительность периода для удобства будет указана отдельной строкой снизу. Изначально основные показатели представляют информацию краткую по работе вашего филиала. Так, в разделе доход будет указан весь суммарный доход по вашему филиалу в сумме, а также будет показана сравнительная статистика с предыдущим таким же периодом. Так, мы видим, что за текущий месяц наш филиал уже заработал на 47% больше, чем за предыдущий такой же период. В блоке доход по услугам и доход по товарам указывается такая же информация, только в разбивке, соответственно, по услугам и товарам. Здесь мы видим сумму, видим, что по услугам мы сильно возросли, однако по товарам доход уменьшился. Стоит посмотреть, в чем же дело. Далее в разделе средний чек будет указан средний чек за посещение и также сравнение с предыдущим таким же периодом и отдельный чек по услугам. Средняя заполненность имеет отношение уже не к доходам вашего филиала, а скорее к эффективности работы сотрудников, так как она показывает, сколько времени из всего рабочего дня сотрудника сотрудники действительно оказывали услуги. Это средний показатель по всем сотрудникам, которые учитываются в заполненности. Напомню, что учитывать ли сотрудников заполненности вы можете указать в карточке сотрудника в разделе настройки. Далее будет приставлена столбчатая диаграмма, которая может давать информацию по разным параметрам. Так, по умолчанию первая идет эта выручка. Здесь вы можете смотреть выручку по каждой дате и, поднося курсор, видеть, какая была выручка за интересующий вас день. Следующий раздел – это данные по записям. Так, здесь вы можете видеть количество записей, отдельное количество онлайн-записей, которые выделены синим цветом, и оранжем цветом будут выделены записи от новых клиентов, то есть клиенты, которые посетили вас в первый раз за выбранный период. Раздел заполненности покажет вам наиболее наполненные записями дни в расписании. Здесь, если вы поднесете курсоров, в блоке значения будет показано значение в процентном соотношении всего доступного графика на день ко времени занятому записями. Справа дается информация о клиентах вашего фериала. Так будет указано количество новых клиентов и их процентное соотношение, количество повторных клиентов и потерянных клиентов. При необходимости вы можете нажать на кнопку «Показать клиентов» и отдельно увидеть их список. Более подробно о работе с клиентской базой и фильтрами в ней вы можете узнать из следующего видео. Вернемся к работе с основными показателями и обращу ваше особое внимание на то, как разделяются клиенты в системе. Вы видите, что есть три группы. Из них новые клиенты – это клиенты, которые пришли к вам впервые. Повторные клиенты – это клиенты, которые были у вас ранее и в выбранный период вернулись. А потерянные клиенты – это клиенты, которые были у вас ранее, но не вернулись в текущем периоде. Следующий блок в основных показателях аналитики – это аналитика по записям. Так, здесь вы увидите общее количество записей за выбранный период и сравнение с предыдущим таким же периодом. Количество отмененных записей – это записи в статусе «Клиент не пришел» и записи «Удаленные». Также количество завершенных записей – это записи в статусе «Клиент пришел», а также количество незавершенных записей – это записи, которые все еще находятся в статусе «Ожидание» или в статусе «Клиент подтвердил». В следующем блоке две круговые диаграммы показывают вам, во-первых, структуру записи по источникам, то есть откуда были совершены записи. Здесь мы видим записи, которые совершил администратор, а также записи на групповые события. Если у вас создано несколько виджетов онлайн-записи и вы хотите видеть статистику по ним, здесь вы увидите также соответствующую разбивку. Более подробно о настройке виджетов онлайн-записи вы можете узнать из следующего видео. Раздел «Структура записей по статусу визита» – это своеобразная отсылка к предыдущему блоку по записям, но здесь вы увидите в виде круговой диаграммы структуру всех записей. Так, мы видим, что у нас есть одна незавершенная запись, и она находится в статусе «Ожидание клиентов». На самом деле таких записей должно быть либо минимальное количество, либо они должны отсутствовать совсем, потому что они, как мы видим, немного портят нам аналитику. И существует удобный способ отследить данные записи. Чтобы вручную не просматривать журнал записи, вы можете перейти на панели меню слева в раздел «Обзор», «Записи» и «Настроить фильтры». Так, вы можете отследить по дате визита. Нас интересуют записи «Неотмененные» и в статусе, как мы видели, «Ожидание клиента». Нажмем «Показать» и у нас будет найдена та самая запись. Вы можете в нее перейти по карандашу в конце строки и закрыть ее статусом «Пришел» или «Не пришел». В статусе «Клиент пришел» не забудьте провести оплату записи. Вернемся к аналитике. Работа вашего филиала в раздел «Аналитика», «Отчеты». Все отчеты подразделяются на блок непосредственно «Аналитика», а также «Продажа». Разберем каждый из них. Начнем с первого отчета. Это отчет по возвращаемости. Большинство отчетов показывает информацию по предыдущему месяцу. И, как я говорила ранее, вы можете данный период изменить и после внесения изменений не забудьте нажать «Показать». Также вы можете смотреть статистику не только по всем услугам, но также и по отдельным, если вас заинтересует, какое количество клиентов возвращаются к вам на конкретные услуги. Сама же таблица представляет собой список сотрудников и информацию по каждому из них, а также внизу будет указана информация по всему вашему филиалу в разделе «Уникальных клиентов». Первый блок – это блок клиентов за период. Он показывает информацию о том, во-первых, сколько было всего клиентов записано к сотрудникам, сколько из них новых и сколько из них уже вернувшихся. Здесь мы видим, что у нас идет общее подразделение поровну. 16 новых и 16 вернувшихся. Раздел «Возвращаемость клиентов» покажет вам информацию о том, сколько было клиентов за 60 дней до начала периода, то есть 25 апреля у нас это начало указанного периода, а 60 дней – это период возвращаемости, то есть 60 дней до начала выбранного периода, а вторая информация – это количество вернувшихся клиентов в выбранном периоде. 60 дней, напомню, в начале нашего вебинара мы с вами обсуждали, данный показатель настраивается в настройках аналитики. Здесь также указана информация об их количестве, а также процентном соотношении общего количества к количеству вернувшихся. В самом низу вы также можете провести общую аналитику по вашему филиалу в разрезе «Возвращаемости клиентов». Для того, чтобы быстро переключаться по отчетам, нет необходимости всегда возвращаться на панели меню слева в раздел «Отчеты». Достаточно подняться на самый верх страницы, найти название отчета, который вы просматриваете большими буквами, и стрелку вниз. Если вы на нее нажмете, откроется список всех отчетов, доступных в системе. Мы сейчас находимся с вами в блоке «Аналитика» в отчете по возвращаемости. Выбираем следующий – это отчет по заполненности. Заполненность мы с вами уже просматривали в основных показателях, где была представлена информация о средней заполненности по всем сотрудникам, которые в ней учитываются. Однако здесь информация более точная, так как она представлена в разрезе по каждому сотруднику. Так мы видим информацию о сотруднике, сколько он всего отработал дней, то есть сколько дней был в графике, сколько это часов в графике, сколько часов было действительно отработано, то есть сколько часов сотрудник оказывал услуги. Данный показатель берется от записи в статусе «Клиент пришел». Сколько было часов простоя – это количество рабочих часов в графике, минус количество отработанных часов. Мы получаем часы простоя. И далее система рассчитывает заполненность рабочего дня сотрудника. Это отношение отработанных часов к общим часам в графике. И также представляет эту информацию в процентном соотношении. В крайнем правом столбце представлена информация по количеству будущих записей. И здесь обращаю ваше внимание на то, что в этом блоке представлена информация у всех будущих записях, неважно на какую дату они будут сделаны. А также в каждом отчете в правом верхнем углу есть кнопка «Выгрузить в Excel». Здесь вы можете выгрузить каждый отчет и далее проводить с ним работу в таблице. Перейдем к следующему отчету. Это отчет по использованию модулей. В этом отчете вы можете посмотреть информацию о том, насколько активно вы пользуетесь системой и каждым из ее блоков, каждой возможностью. То есть сколько у вас было онлайн записей, транзакций по программам лояльность, по расчету зарплат и так далее. Также обращу ваше внимание, что если вы не используете групповую запись в работе, то на данный блок можете не обращать внимания по групповым записям. Информация может быть представлена не только за прошедшие полгода, но также год, полтора и два. Итак, перейдем к следующему отчету. Это отчет по акциям. Он показывает информацию об успешности проводимых вами программ лояльности. Вы можете выбрать интересующую вас акцию. Так в нашем филиале проходила акция со скидкой 50%. Можете обозначить анализируемый период акции. Так вы можете выбрать весь период акции, последние 7 дней или последние 30 дней. Давайте посмотрим информацию о данной акции за прошедшие 30 дней. По столбцам будет представлена информация о клиентах, об их количестве, а также по цветам будет указана информация о том, новые это клиенты или старые. Старые клиенты будут обозначены серым цветом, новые соответственно оранжевым. Справа будет указана общая информация о количестве клиентов. Так мы видим, что 15 клиентов всего пришли по акции. Из них 11 новых и 4 старых клиента. Также будет представлена информация о клиентах, которые пришли повторно после того, как совершили посещение по акции. Мы видим, что 3 всего пришло повторных, из них 1 новый и 2 старых клиента. То есть постоянных, можем так сказать. Отдельным блоком выделена информация о невернувшихся после акции клиента. Мы видим, что их 12. И список этих клиентов мы можем выгрузить в Excel, чтобы проводить с ними дальнейшую работу. После информации о количестве клиентов представлена информация о выручке по данной акции. Так мы видим, что общая выручка составила почти 17 тысяч рублей и еще практически 6 тысяч рублей от повторных визитов. Более того, данный отчет показывает вам работу специалистов, так как именно в разрезе специалистов будет представлена информация, у кого какое количество клиентов получили услуги по акции и какое из них количество вернулось в филиал повторно. Информация будет представлена в количество клиентов и в их процентном соотношении к общему количеству клиентов, получившим услуги по акции. Перейдем к следующему отчету. Это отчет по посещаемости групповых событий. Данный отчет представляет информацию о том, насколько популярны ваши групповые события в филиале. Также у нас стандартно выбирается период, но здесь, обратите внимание, захватывается также и будущий период. Если вы хотите смотреть информацию только по текущему периоду, вы можете настроить его в данном разделе. Также вы можете отдельно отфильтровать категории услуг или же отдельные услуги, категории событий. Вы можете посмотреть события, отмененные и неотмененные отдельно, а также отфильтровать события, которые были проведены кем-то из сотрудников. В данном разделе мы видим всего 4 события, а также краткую сводку информации по ним. Сколько было записей за период? Мы видим, что всего могло прийти 40 человек, однако было 14 записей. Из этих 14 записей мы видим, что посетили действительно, это статус клиент пришел, 9, оплатили за период 7, а также будет представлена средняя заполненность группы. То есть средняя заполненность группы в нашем филиале – это 10 человек на одно событие. Мы видим, что на одно событие записано 2,3 посетителя. Также в каждом блоке представлена информация о процентном соотношении, то есть о доле записей, доле посещаемости и доле оплаты. Также средняя заполненность в последнем блоке в процентах будет указана. В самой таблице вы увидите информацию в разрезе по каждому событию, то есть кто ее проводил, что это было за событие, какая услуга, когда, какая была максимальная вместимость и сколько действительно было записей, сколько клиентов пришло, сколько полностью оплатили и на какую сумму. Также будет указана создатель данной записи данного события, а также ее длительность. И вот здесь важный момент, о чем мы говорили с вами в начале разбора данного блока, что одно из событий у нас будущее, поэтому немного статистика меняется. Если же мы поменяем период, предположим, до сегодняшнего дня, статистика уже изменится, и изменится она в лучшую сторону. Поэтому всегда обращайте внимание на период, который анализируется в отчете. Следующий отчет, который мы с вами рассмотрим, это отчет по администраторам. Чтобы в него перейти, на панели меню слева выберется раздел «Аналитика», «Отчеты», «По администраторам». Также в данный раздел можно попасть из панели меню слева, раздел «Аналитика», «Администраторы». Как и в большинстве других отчетов, первым делом мы выбираем период, за который хотим проанализировать работу администратора. Стандартно выбран прошедший месяц, но мы выберем период покороче, за прошедшие почти две недели. В разделе «Администратор» вы можете выбрать администратора, работу которого хотели бы проанализировать, или же можете выбрать всех администраторов. Обращу ваше внимание, что для того, чтобы статистика собиралась корректно, все действия администратор должен осуществлять по своим доступам с ролью администратора. Более подробно о настройке доступов вы можете узнать в следующем видео. Блок «Начисленные выплаты администратору» представляет собой информацию о заработной плате администратора. Более подробно о настройке заработной платы администратора, а также других наших сотрудников, вы можете узнать из следующего видео. Первый блок «Аналитики» показывает информацию о количестве завершенных записей, которые создал администратор. Здесь мы видим, сколько записей было всего завершенных за выбранный период. Также вы можете их посмотреть. А на графике чуть ниже представлена информация о количестве записей в разбивке по дням. Обращу ваше внимание, что завершенными записями считаются записи в статусе «Клиент пришел». Следующий раздел показывает уже выручку с этих записей, которые создал администратор. Также представлена информация всего за период, а также в графике мы видим информацию о том, какую выручку записи, которые совершил администратор, приносили вам в разбивке по дням. Следующие блоки показывают информацию об оперативных записях. Оперативные записи – это записи, созданные день в день с визитом клиента. Так, данный раздел показывает информацию о количестве клиентов с записью в статусе «Клиент пришел» и информацию о количестве клиентов, оперативно записанных за данный период. Таким образом, вы сможете проанализировать, насколько активно администратор работает с записью клиентов на будущие даты. Раздел «Перезапись не пришедших клиентов» позволяет вам получить информацию о том, сколько клиентов имеют записи в статусе «Клиент не пришел» и сколько из них было оперативно записано за выбранный период. Здесь мы видим, что два клиента не дошли в наш филиал, но из них никто не был перезаписан на будущие даты. В связи с этим вы можете провести работу с вашим администратором. И последний раздел в данном отчете показывает информацию о количестве клиентов, которых записывал администратор всего за данный период. Обратите внимание, что запись на прошедшие дни в этом показателе не учитывается. Вернемся в раздел «Аналитика» отчета и перейдем к следующему блоку отчетов «Продажи» по сотрудникам. Данный раздел показывает статистику по вашим сотрудникам. И вначале, как и в большинстве предыдущих отчетов, нам предлагается выбрать «Период». Мы можем провести «Аналитику» по отдельным категориям услуг, по отдельным услугам, по категориям товаров, по отдельным товарам. А также можно провести статистику по должностям сотрудников. Напомню, после того, как вы устанавливаете фильтры, не забывайте нажать на кнопку «Показать». Итак, сама таблица представляет информацию по сотрудникам, выручке, которую они принесли вашему филиалу, по оказанным услугам, о сумме и о количестве оказанных услуг. Также представлена информация о сумме и количестве проданных товаров, информация о способах оплаты, в частности, информация о других способах оплаты. Это оплата скидками, бонусными баллами, абонементами, сертификатами и оплаты со счетов клиентов. Также здесь представлена информация о сумме будущих записей. Мы уже видели с вами в отчете по заполненности информацию о количестве будущих записей. Данный отчет позволяет вам увидеть сумму будущих записей по сотрудникам и также учитывает записи на весь будущий период. Следующий столбец представляет информацию о количестве отработанных часов сотрудника, а также о стоимости часа работы сотрудника. Далее представлена информация о проценте от общей выручки филиала, который принес каждый из сотрудников. Соответственно, здесь вы можете выбрать сотрудника, который приносит вам наибольшую выручку. В самом низу представлена информация ИТОГО. Перейдем к следующему отчету. Это отчет по сотрудникам динамики. На самом деле он представляет собой еще более глубокий анализ продаж по сотрудникам. Первым делом не забудьте выбрать дату, с которой вы хотели бы вести учет. Стандартно это будет начало текущего года. И также можете в целом выбрать сотрудника, по которому хотите провести анализ. Каждому сотруднику в данном отчете будет уделена отдельная таблица. Так мы видим, что у нас есть сотрудник Фиона. Мы видим услуги, которые она оказывала. Жирным шрифтом будет выделена категория услуг. Вся информация о ней. А также далее обычным шрифтом будет указана информация по отдельным услугам из данной категории. Далее будет указана информация ИТОГО. Также будет указана информация по всем записям, а не только услугам. Также средний чек. И информация о количестве и сумме проданных товаров. Справа будет представлена информация ИТОГО по всему выбранному периоду. Так вы можете видеть в столбце у Свинетода информацию более подробно, так как было несколько категорий. Информация по услугам и категориям. Соответственно, здесь мы можем увидеть, что начиная с февраля сотрудник начинает увеличивать свой средний чек, однако в мае он пока не достиг своего максимума. Перейдем к следующему отчету. Это аналитика по продажам услуг. Здесь мы перемещаем свой фокус внимания с выручки, которую приносили нам сотрудники, и перемещаем его на выручку, которую приносили услуги. Также стандартный период. Можем выбрать сотрудников, категорию услуг, а также выбрать детализацию, какую мы хотим видеть. По умолчанию будет показана детализация по услугам, но также вы можете посмотреть детализацию по категориям. Здесь информация уже будет собрана, соответственно, по категориям услуг, а не по отдельно каждой из них. Сама таблица отчета представляет собой информацию об услуге, названии соответственно, и также категории, в которую входит данная услуга. Информация о количестве оказанных услуг. Какая сумма была оплачена лояльностью – это скидки, бонусные баллы, абонементы, сертификаты. Какая сумма оплат была проведена с личных счетов клиентов, например, депозитов. Какая сумма была оплачена деньгами. Также, в случае, если у вас настроен учет расходных материалов, здесь будет указана сумма расходных материалов на данные услуги. В следующем столбце будет указана информация по зарплате сотрудников, которую вы выдали за указание тех или иных услуг. И информация уже только о прибыли. В последнем столбце указывается информация о проценте от общей выручки вашего филиала, то есть процент от всей выручки, которую принесли вам конкретные услуги, если вы выбираете детализацию, соответственно, по услугам. И также данный раздел позволяет вам понять, какая услуга у вас является наиболее прибыльным. В нашем случае это инъекции. А в самом низу будет содержаться информация о наименее прибыльных услугах. В самом низу будет показана информация всего по всем услугам вашего филиала. И перейдем к последнему отчету по продажам. Это продажа по клиентам. Данный раздел позволяет вам увидеть информацию о том, кто из клиентов приносит вам наибольшую выручку, соответственно, наименьшую. Здесь мы видим, что Майя нас принесла самую большую выручку, 17,5 тысяч рублей за прошедший месяц. Увидим, какой процент от всей выручки составляет данная сумма и какой средний чек у данного клиента и его количество посещений. Я уже обращала ваше внимание на то, что каждый отчет можно выгрузить в Excel, однако здесь есть интересная особенность. По кнопке в правом верхнем углу операции с Excel вы можете не только выгрузить отчет в данном виде Excel, но также вы можете сделать выгрузку с историей посещений, где будет указана более подробная информация о посещениях каждого из клиентов. Вернемся к разделу «Аналитика настройки», который мы с вами просматривали в самом начале вебинара. И я обращу ваше внимание на настройку сквозной аналитики с помощью сервиса Ройстад. Вы можете подключить интеграцию с данным сервисом и проводить более глубокий анализ работы вашего филиала. Базовая аналитика в системе WayClines позволяет достаточно глубоко проанализировать работу вашего филиала, однако при помощи интеграции вы можете расширить данную информацию и проводить более системный анализ. Также в разделе «Интеграции» «Аналитика» вы можете ознакомиться с другими сервисами, которые вы можете подключить к вашему филиалу WayClines для более подробной аналитики работы. Для того, чтобы подробно ознакомиться с каждой из интеграций, нажмите на карточку интересующей вас интеграции, и здесь будет представлена вся информация о данной интеграции, а также отзывы других пользователей. Итак, в данном видео мы рассмотрели аналитику работы вашего филиала, которую вы можете проводить в системе WayClines. Надеюсь, данный вебинар был вам полезен. Я благодарю всех за уделенное время и желаю успехов в работе.